МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните, как в нашем советском прошлом даже самого прожжённого остряка можно было срезать фразой, шутка, которую повторили два раза, становится пошлостью? Помните? После этих слов сникал обычно рассказчик протухших историй и растворялся под хохот молодых интеллигентов. Подзабыли мы эту фразу, а зря. Вот бы сейчас её доамериканским политикам в уши. Потому что их бесконечный рассказ о том, как русские хакеры выбрали им не того президента, это хуже, чем железом по стеклу. Давно уже никому не смешно. Однако мы в этой истории тоже хороши, стоим насмерть, мы ни при чём. С упорством достойным лучшего применения пытаемся доказать, что неинтересны нашим спецслужбам секретные каналы связи Белого дома. Упаси Бог, наши разведчики никогда не перехватывали закрытую информацию ЦИРУ, и секреты американских политиков, дипломатов и генералов нам совсем не нужны. Товарищи, ну мы же с вами знаем, маленькая ложь рождает большое недоверие. Как это, наши спецслужбы ни при чём. Очень даже при чём. Наши спецслужбы, как и спецслужбы США, и существуют именно для того, чтобы получать секретную информацию друг друга. Это нормально. Вот если бы наши хакеры, вместо того, чтобы проникать в электронные сети соперника, ловили покемонов, или играли бы на работе в шарики, вот это было бы ненормальным. Поэтому нам стоило бы в ответ на их обвинение перестать оправдываться, а вместо рассказов о том, как мы ни при чём, хотя бы раз рассказать, насколько ни при чём американские хакеры, когда речь идёт о наших российских секретах. И насколько ни при чём были американские спецслужбы, когда они практически открытым способом вначале разваливали Советский Союз, а потом и Россию. И как они это делают сегодня, расчеловечивая нашу страну самым циничным образом. Причём этот процесс идёт по всем фронтам. Куда там хакеры? Вот, например, недавно крупная инвестиционная компания выпустила рекламный ролик со странным посылом. По сюжету дама опаздывает на свидание, а потом между ней и кавалером происходит дивный диалог. Вот послушайте. Ты слышала, Россия сбила смолёт НАТО? Нет. На рынках паника, все продают акции, падение 2%. Прости, нужно провести несколько хеджевых операций. А вот как популярный американский сатирик Джон Стюарт в своём телешоу комментировал, например, встречу Путина и Обамы в Китае на саммите АТЭС. Я могу понять его осторожность. Уж больно фраза «русские мирные предложения» звучит необычно. Если забить её в поиск, то Гугл подумает, что вы ошиблись. И предложит заменить её фразой «русское танковое вторжение». Особенно явно на поле демонизации России русских играет Голливуд. Плохие парни в американских фильмах. Непременно из Москвы или Сибири. Да ещё какие. Чудесно изображена русская космическая станция в фильме «Армагеддон». Там нас встречает пьяный космонавт в телогрейке и шапке-ушанке. В фильме «Гравитация» во всех бедах виноваты русские, которые сбили свой же спутник-шпион. Наверное, потому что распивали водку на МКС. Вот «Люди в чёрном три». Здесь главного злодея как-то не случайно зовут Борис Животное. Кинокартина «Шулеры». Главный мафиози в фильме, конечно же, русский по кличке Тедди КГБ. Фильм «Штурм Белого дома». Одного из злодеев в фильме называют Вадим. Нам смешно, но они это. Серьёзно. Не отстают от этой пламенной песни и европейцы. В норвежской кинокартине «Охотники за головами» показывают на всё готовую русскую проститутку Наташу. А французский фильм «Палета» рассказывает, что главный наркоторговец в мире – русский по имени Тарас, который разъезжает в лимузине с двумя проститутками и слушает шансон. Анализируя эту ситуацию в кино, газета «Нью-Йорк Таймс» пишет. Отчасти такая популярность русских злодеев связана с тем, что эти злодеи политически безопасны. Ни одна правозащитная группа не будет протестовать. Российская аудитория не считается, потому что она, во-первых, за рубежом, во-вторых, ей, может быть, даже будет лестно. Мало того, сегодня западная пресса, когда не захлёбывается воплями в стиле «Россия-агрессор», публикует вот такие якобы научные исследования. В России каждый второй мужчина в возрастной группе от 15 до 54 лет умирает из алкоголя. Россия и водка – это связь с последствиями. С пьяными русскими нельзя иметь серьёзных дел. А ещё они любят выкладывать в сети вот такие нарезки с наших пивных фестивалей со своими комментариями. Только послушайте, что они говорят. Пиво – выбор молодого поколения. При этом абсолютно никак не комментируя, что творит их собственное молодое поколение, к примеру, на мюнхенском фестивале «Октоберфест». Если не смотреть на тщательно отобранные кадры по ТВ, а лично прогуляться по этой бакханалии, очевидно, не какой это не культурный праздник, а обычная массовая попойка. А вот посмотрите, как бьют в обычной жизни американцы и европейцы. Бухают ли американцы? Не только бухают, ещё много чего остального делают. Просто, когда я жил 16 лет в Америке, когда приезжал какой-то эмигрант или человек в гости приезжал из России, американцы постоянно говорили – бухаешь, бухаешь, русские, там, любят, говорят, Russian – водка, водка. При том, если сравнивать по объёму наркотиков, лекарств психотропных и алкоголю и так далее, американцы, я думаю, превосходят все остальные раз и в несколько раз. А ещё западному интернет-пользователю показывается широкий ассортимент винноводочных отделов российских супермаркетов. На наш взгляд, всего лишь неплохой выбор. Но комментарии от европейцев и американцев показывают, что они серьёзно думают – алкоголь – это вся наша еда, и больше в магазинах ничего не продаётся. Хотя они в шоке от такого изобилия. И по сей день по каналам международного телеобмена крутятся вот такие нарезки из 90-х. Ещё с президентом Ельцином. Кому нужны эти старые кадры? А это значит, западные телеканалы заказывают этот архив для новых передач. Где также показывается грязная пасмурная межсезонья и пьющие бродяги. Мало кто на Западе знает, что сегодня в России употребление спиртных напитков в общественных местах давно запрещено. Никто и не представляет, как красивы города Золотого кольца снежной зимой, цветущей весной, жарким летом и яркой осенью. Как изменились Москва и Санкт-Петербург. Сколько дорог, современных заводов, домов и парков построено по всей стране за последние годы. Как говорят учёные, самый простой способ создать негативное впечатление о другом народе – это ничего о нём не знать. Многие народы не желают знать о других народах и поэтому сочиняют всякого рода интересные сказки. Миф о пьяной и агрессивной России – отличное прикрытие для самых разных сомнительных махинаций и социальных проектов, которые сегодня приобрели небывалый размах, в том числе по масштабной торговле детьми. Особенно часто это происходило в лихие 90-е. Русских сирот под видом усыновления отправляли в тихую благополучную Европу. Немало детей просто пропало бесследно. Что с ними стало? Внимание! Статистика только по Италии. С 1974 по 2008 год в Италии исчезли 9802 несовершеннолетних. 8080 из них – иностранцы. В том числе русские сироты, усыновлённые итальянцами. Министр внутренних дел Италии Роберто Морони официально заявлял о том, что страна на первом месте по чёрному рынку детских органов. 1630 российских детей были перевезены через границу, и их следы потеряны. И он признал, что, скорее всего, они были переданы на органы. Это были российские сироты. Тогда ещё можно было детей запросто перевозить за границу, и мы не знаем эти потоки. Но то, что такие факты вскрывались, это абсолютно точно. За океаном ситуация немного иная. Похоже, в США русских сирот вывозили, чтобы над ними издеваться. Полуторагодовалый Дима Яковлев был усыновлён в феврале 2008 года супругами Майлсом и Кэрол Лин Харрисон. Через 4 месяца приёмный отец оставил его в запертой машине на жаре на 9 часов. Харрисону грозило 10 лет за непреднамеренное убийство. Но суд оправдал его. Годовалый Илья Каргынцев прожил у новых американских родителей 3 месяца. Приёмный отец Брайан Дикстра убедил присяжных, что разбитая голова ребёнка это результат падения с лестницы. Иван Скоробогатов погиб в возрасте 7 лет от побоев и голода. Новые родители отсидели в тюрьме всего 16 месяцев. 15-летнюю Ксению Антонову изнасиловал приёмный отец. Его адвокаты утверждают, что девушка сама напросилась. Должен сказать, что эти ужасные истории хотя бы стали достоянием гласности. Куда страшнее простое, леденящее душу молчание. Знаем ли мы, что судьбы очень многих детей из России, усыновлённых иностранными родителями, просто неизвестны и охраняются, как самая большая государственная тайна? Вы только представьте, по словам нашего детского омбуксмена Анны Кузнецовой, без ответа, только в США остаётся 26 тысяч запросов о судьбе российских сирот, которых увезли в Америку. Что с ними? Как живут? Да и живы ли? Тревога не случайна. Ведь хорошо известно, что американские усыновители, какие бы ужасы не происходили с их русскими детьми, всегда уходят от ответственности. Мы видим такое явление, как международное усыновление. Если мы вспомним, сколько криков было по поводу не отмены, а моратория на иностранное, на американское усыновление, вот, сколько было копий сломано, и до сих пор ведь от нас запад требует, чтобы мы сняли этот запрет, то понятно, кто в этом заинтересован. Дети в цивилизованной и толерантной Европе стали настоящим живым товаром, весьма ходовым и дорогостоящим. И если случаи продажи детей на органы, по счастью, происходят редко, гораздо чаще несовершеннолетних продают в семье. И это вовсе не обязательно сироты. Уже существуют же даже прескуранты, сколько стоит там вот тот иск, что стоит так и так далее. Вот. Ну и, в принципе, вот дети начинают рассматриваться как товар. Да? Вот. И поэтому, возможно, становятся такие злоупотребления. Это покажется шоком, но уже существует практика изъятия детей из нормальных полных семей. Как же это возможно? Отобрать ребенка у живых родителей? Оказывается, такое случается часто. И предлог может быть любым. Запретил ребенку посещать уроки сексуального воспитания. Не разрешаешь ходить на гей-парады. Или вообще воспитываешь не в духе толерантности. Голодный вид ребенка или там плохое физическое, вот так сказать, самочувствие при осмотре со стороны врачей. Так. Излишняя активность в том числе. То есть вот основной набор тех причин, оснований, по которым забирали детей. Как правило. Впервые характер массового явления это приобрело на севере Европы. И прежде всего отбирают детей из семей русских мигрантов. Чтобы махина скандинавской системы защиты детей обрушилась на вас и вашего ребенка всей своей мощью, многого не надо. Достаточно простого подозрения. Например, служащему показалось, что у вас что-то не так в семье или на работе или в личной жизни. Все. Это уже повод. Причем эти, с позволения сказать, социальные работники государством наделены колоссальной и необъяснимой властью. Отобрать вашего малыша они могут без суда и следствия. Только за последние несколько лет, например, органы опеки Норвегии отобрали у своих законных родителей около 10 тысяч детишек. Причем алкоголиков, наркоманов и прочих неблагополучных родителей в этом печальном списке немного. Большинство, с точки зрения нашего здравого смысла, нормальные семьи. Удивительно, но в странах, где личная свобода граждан возведена в самый настоящий культ, где что хочешь кури, где хочешь ходи голиком, а в таком простом и, казалось бы, элементарном вопросе, как право жить вместе с собственным ребенком, люди абсолютно бесправны. Эксперты говорят, деятельность органов опеки в этих странах уже настоящий геноцид коренного населения. По статистике, в северных странах отбирается из родных семей уже одна пятая всех детей. Лидер ювенальных технологий норвежская служба опеки Барнаварн. Согласно отчету Центрального статистического бюро 2015-2016 года из тысячи детей русских мигрантов они умудрились уже отобрать и отдать в другие семьи 90. А счет норвежцев, которых поддали в другие семьи, идет на тысячи. Все это происходит примерно так. Служба опеки приезжает в школу или домой и просто силой отбирает ребенка у родителей. Но их деятельность не ограничивается территорией Евросоюза. Особый интерес для этих социальных органов представляют приграничные российские области. В Европе даже придумали свое название Баренц-регион. Под этим именем объединены Республика Карелия, Мурманская, Вологодская и Архангельская области. Есть масса фактов в пользу того, что здесь ведется активная работа по внедрению ювенальной системы. То есть по технологии отбирания детей из семьи и перепродажи их в другие семьи. Считается, что дети из нормальной полной семьи намного лучше сирот, более ухожены, социально адаптированы. Порядок прост. Приезжает некий эмиссар из Финляндии, из Норвегии. Он читает лекции. Там собирается аппарат из сотрудников социальных служб. Они пишут какие-то доклады, они, значит, общаются между собой. Часть из них потом ездит туда в командировки. Финляндия, которая еще сто лет назад была российской провинцией, теперь учит нас воспитывать наших детей. На это, судя по всему, утратятся колоссальные средства. Проводятся семинары, лекции, куда приглашаются госслужащие. Какова цель всех этих мероприятий? Происходит сотрудничество между социальными органами в части воспитания детей со стороны Северной Европы. И особый интерес они проявляют приграничным территориям. Страны, которые были созданы в историческом прошлом сравнительно недавно, оказывается, могут чему-то учить страну, история которой намного больше. А вот и результат. Это единственная школа-поселка Курдома Архангельской области. От областного центра 735 километров. Здесь живут около 4 тысяч человек. Сложно поверить, но именно эта отдаленная российская глубинка практикует новаторский европейский подход к образованию. А это директор школы Владимир Додонов. Он вовсю пропагандирует модные западные ценности. Я, кстати, не очень понимаю, как на государственном уровне приняли запрет пропаганды гомосексуализма. Родители не сразу и поняли, чему учат их детей по новой методике. А когда осознали, за голову схватились. Он лежит вон там и мне говорит, зачем маму-то так сильно переживаешь? Ведь они преподавали как мама и как употреблять и тут же говорят, что это вредно. Зачем? Уже с пятого класса детям сельской школы ввели предмет полезные навыки. По мнению руководителя данного учебного заведения, уже в столь юном возрасте ребенок обязан отличать один наркотик от другого. Эти навыки полезны. Но ведь как нам ребенку сказать, ведь ему если придет наркодилер или его друг, он придет и не скажет, давай мы употреблять с тобой наркотики. Он придет ему и скажет. Он ему эти слова скажет. Если их не назовем мы и не скажем, что он должен научиться сказать нет, чтобы не следовать примеру, чтобы в трудной жизненной ситуации не начать употреблять. Если не скажем мы эти слова, то он будет не предупрежден, а значит не вооружен. Но наркотики еще самое невинное из того, чему российских детей учат в этой единственной на весь поселок государственной школе. Да, в это сложно поверить. Да, это запрещено и карается федеральным законом. Но тут директор делает, что хочет. И никто из ребят не может никуда деться от урока сексуального просвещения. Урок есть, он проводится, и проводится шесть месяцев, один раз в неделю обязательный урок. В учебной календарной графике, который у нас нету и не утвержден никем. Нету программ, и его вносят. его запрещают в школах преподавать по наркотике и секс просвету. Понимаете? А он у нас появился в четырнадцатом году, где нам его навязали обязательно. Смотрите сами. Это тетрадка одного из учеников Урдомской школы. Вот что там написано. Классная работа. Все подростки курят. Покурив, хорошо водит машину. Покурив, подросток становится физически сильнее. А это из другой классной работы. Тема половой акт. Что ты сделаешь, если тебе предложат заняться половым актом, смотря сколько лет? Отвечает то ли сам ребенок, то ли этот ответ предложен преподавателям. Разгневанные родители потребовали отменить данный предмет. Невероятно, но уроки продолжаются однако вход в школу для родителей стал по пропускам, а любая встреча с учителем стала возможна лишь после согласования с директором. Впервые, на мой взгляд, в образовании, российском образовании, включая и советскую эпоху, естественно, впервые была сделана попытка наше образование поставить на реально серьезную высоту. Валентина Кушмалева, одна из родительниц поселка Урдума, сумела достучаться до самого верха. Она подняла протест против такой реформы образования. К ней присоединились еще несколько человек. Но большинство жителей поселка не хотят связываться. Им дороже собственное спокойствие. психологическое давление в школе есть. Есть и сильное. И она идет, конечно, сверху. Натравлены на меня все органы, безусловно. Безусловно. Плоть вчера до ПДН. Вы собираетесь тут жить? Я говорю, я никого не убиваю. И жить я буду тут. Но уже идет речь, чтобы меня отсюда выдверить. Школа подала жалобу в опеку о том, что Валентина якобы не справляется со своими родительскими обязанностями. Теперь детей, за здоровье и разум которых она борется, у нее могут отобрать. Это классическая отработанная технология ювенальной юстиции, которая тихо и незаметно пробирается и в нашу страну. Значит, в Архангельске существует институт открытого образования, где сидят шведы, норвежцы, финны и американцы. И они как раз и решили навязать, используя это положение, что в этом поселке только одна школа, больше некуда отдавать детей. И учитывая, что нет никакой возможности привлечь к этому внимание, и фактически родители оказались совершенно бесправны, проводить вот этот эксперимент. Сегодня ситуации заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам ребенка в России. Федеральные чиновники ведут расследование и уже убедились, что странные заграничные эксперименты происходят при полной поддержке местных властей, против которых родители бессильны. Напрямую угрожали и чуть ли не сами органы власти и о том, что вот еще ты будешь жаловаться и детей своих не увидишь. Это очень типичная история. Таких множество. Демонизация России и антирусская пропаганда началась не вчера. Европейцам сложно поверить в иное, потому что эти стереотипы внедрялись в сознание западного обывателя даже не десятилетиями, сотнями лет. Это средневековый австрийский дипломат барон Сигезмунд фон Герберштейн. Вот как он писал о том, сколько пьют русские в своем дневнике в 1549 году. Он описывает так, день, когда он жил в гостях у какого-то князя или боярина, вот, говорит, они встают, вот в полдень садятся, так сказать, знаете, лавки, так сказать, пить, и вот они, значит, там жрут, пьют, рыгают, потом опять жрут, пьют, рыгают, в общем, так вот весь день до заката солнца. Когда я вернусь? Пусть будет 6 часов. Помните, как волшебно произносил эти слова тот самый Мюнхгаузен? 6 часов вечера или 6 часов утра? Спрашивала ее слуга. 6 часов дня? Примерно так, почти по Мюнхгаузену вернулся наш господин барон из Москвы в родной немецкий городок, да и взялся писать воспоминания о своих московских похождениях. Да такое написал, что волосы дыбом во всех местах у немецкой интеллигенции. Уже пьют в России ведрами и жрут в три глотки и жен своих топят в прорубях. Обычно историки, которые вот уже 500 лет пересказывают эти леденящие душу страшилки о русской жизни, умалчивают о том, что делал господин барон в Москве, а напрасно. Много интересного можно узнать, если покопаться в исподнем этого самого Герберштейна. А понять-то его просто. Почти по гайдаю посланник немецкого короля Максимилиана барон Герберштейн прибыл ко двору отца Ивана Грозного не травки пощипать, а с предложением сдать немцам Смоленск. Вот тут-то с господином бароном, как вы понимаете, и произошла неприятность. На вопрос, что ответить мой король, он получил под зад такой силы ответ, что летел до самого Берлина без всякого ядра. Ему бы грешно бы благодарить русского царя за милосердие, ведь за такой вопрос в просвещенной Европе в то время в кипятке бы сварили. Но господин барон ответил за предобрейшее грязное ложью. И чтобы уже свой король не бросил в кипяток за провал операции, выставил Русь московскую в самом непотребном виде. Романтизму нету, нация пьющая, что с них взять? К сожалению, именно эти гнусные небылицы легли в основу многих учебников по русской истории. А между тем, в те времена в Москве подъедался не только наш господин барон. Давайте в качестве альтернативного источника посмотрим мемуары его же современников. Например, Самуил Москевич, польский аристократ, тоже жил в Москве в это же время и также вел свои записки. И вот, что он написал в своем дневнике. Москвитяне соблюдают великую трезвость, которой требуют строгое от вельмоши от народа. Пьянство запрещено, корчем или кабаков нет во всей России. Негде купить вина, а не пиво. И даже дома, исключая бояр, никто не смеет приготовить для себя Хмельнова. Вот вам и плюрализм мнений. В одного ведрами водку вливали, другой пишет наоборот, что выпить в Москве приличному интуристу совсем было негде. Эти два человека жили в Москве в одно и то же время буквально на соседних улицах, а такое впечатление будто на разных планетах. Случайно ли это? Но воспоминания, подобные записям Маскевича, стирались и уничтожались. А исторические документы, где Русь представлялась пьющей, дикой и немытой, бережно хранились. И тогда, и теперь они активно пропагандируются. Но как же было на самом деле? Кто и когда приказал считать Россию страной опустившихся алкоголиков? Посмотрите внимательно на эту иллюстрацию. Здесь показано, сколько пили в разных странах сто лет назад, в 1910 году. Картинка опубликована во всеобщем русском календаре. Это подробнейший статистический бюллетень империи. Официальные данные. Россия, если штофы перевести в литры, 4,92 литра на душу населения в год. Англия и Германия умножьте на 3. Италия на 5. А Франция на 19. Это 95 литров алкоголя на среднего француза в год. Или примерно 300 граммов в день. И кто при этом еще пьющий? Что интересно, при всех дальнейших переменах в нашей стране цифры оставались примерно такими же. В начале 60-х годов прошлого века в Советском Союзе на душу населения потреблялось алкоголя в 3 раза меньше, чем в Великобритании, в 7 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки и в 10 раз меньше, чем во Франции. Сегодня по объему употребления легкого алкоголя мы всего лишь на четвертом месте в мире, а тяжелого на сороковом. Это далеко позади той же самой Европы и Америки. И чем дальше, тем меньше мы пьем в сравнении с ними. Я могу сказать вам с уверенностью о том, что опять-таки исследовать статистики, представленные Минздравом, за последние 10 лет демонстрируется уверенное снижение темпов употребления алкоголя в нашей стране. Что же и сколько пили на Руси? Историки говорят, наш традиционный спиртной напиток вовсе не водка, а пиво. Только пиво наших предков не имело ничего общего с сегодняшним алкогольным хмельным варевом. Пивом русские называли питье из меда, разведенного в воде. На Руси люди пили пиво. Это был разведенный в воде мед. А мед был очень редким княжеским напитком. Мед вообще княжеским продуктом. И рефреном через все русские, белорусские, украинские сказки идет присказка. И я на том пиру был, мед, пиво пил. Пиво было, вот это вот разведенное в воде мед, это был пиво. Мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало. Бывала на Руси уже веки в девятнадцатом и водка, но она продавалась в аптеке и считалась лекарством. Были водки для лечения почти всех хворей, от простуды до нервной горячки. Применяли даже средневековый аналог Виагры. Знали рецепт водки для улучшения памяти. Была водка, очень интересно, называлась водка ночных стражей. Это человек выпивал вот этот наперстук, сердце колотилось, травки заставляли сердце колотиться, он не мог заснуть всю ночь. То есть, ну если когда надо было не спать, что там 20 грамм этой водки ночных стражей, и все, так сказать, человек до утра бодрствует, то есть никогда не заснет. В этом легко убедиться, увидев в любом музее сосуды для водки. Это вовсе не граненый стакан и даже не 50-граммовая рюмка. Объем этих мензорочек просто микроскопический. Были такие специальные рюмки маленькие, они назывались мухи. Они были объемом где-то как наперсток, вот там 10-15 грамм. И вот ими и лечились, так сказать. Но потом уже слово поменяло смысл и водки стали еще и для как гастрономический продукт. Совсем иначе все было в Европе. Сложно поверить, но там выпивка была чуть ли не единственной возможностью выжать. Дело в том, что в городах Старого Света не было чистой питьевой воды. Вплоть до 19-го и даже 20-го века в европейских мегаполисах не имелось ни водопровода, ни канализации. Нечистоты сливались из окон на мостовую и в городскую реку. В ту же реку сливали отходы промышленное производство. Чтобы не заболеть, вся Европа пила не эту воду, а дешевое молодое вино. Сырные напитки, хорошо сохраняя свои свойства, были достаточно безопасны. Их, конечно, потребляли прежде всего из соображения гигиены и сохранения популяции населения. Но это происходило, как я уже говорил, посеместно и для людей любого возраста. Пить начинали с детства и до глубокой старости. Соответственно, никак не связывали употребление спиртных напитков ни с обращением с богами, как это было на Руси. Это был обычный рядовой ритуал. Причем, если на Руси духовные наставники пьянства не одобряли, то в просвещенных странах наоборот. Ведь пиво и вино готовили, как правило, в монастырях. Об этом не любят говорить, но Папа Римский, Александр VI Борджа, умер от перепоя. А Мартин Лютер, основатель лютеранства, говорил, каждая страна должна иметь своего дьявола. Немецкий дьявол это добрая бочка вина. Один из самых могущественных монархов, просвещенный Европой, Людовик XIV, шокировал русских дипломатов тем, что был постоянно пьян. Они говорили посланникам, что в самое утро его величество король французский был уже под шофе на веселом глазу. И доказательство является то, что завтрак, первый завтрак французского короля, который он потреблял еще лежа в кровати, состоял из бисквитов, которых он окунал в Мадеру. Если вы желаете составить собственное мнение о том, как устроен окружающий мир, уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука, но вам не хватает других точек зрения по известным темам, эта книга специально для вас «Альтернативная история человечества». В ней мы собрали самые интересные факты и гипотезы, которые не вписываются в привычную картину мира, а вопросы, на которые официальная наука пока не дает исчерпывающих ответов, на самом деле великое множество. Например, кого древние жители Земли принимали за богов, спустившихся с небес? Неужто все, что написано в Ветхом Завете сказки древних авторов? Если Вселенная возникла в результате Большого взрыва, что же было до этого взрыва? И почему американские индейцы, которые не могли сосчитать пальцы на одной руке, обладали поистине невероятными знаниями по астрономии? Информация о книге на сайте прокопенко.тв. Туда же можете отправлять и свои пожелания по новым темам, которые вас интересуют. В судебных архивах 16 века тысячи протоколов о пьяных драках в церкви. Их зачинщиками часто бывали пасторы и даже епископы. Так в средневековом Бергене священник с пьяну спалил полгорода от одной свечи. А богослов и ученый Генри фон Ранцау задавался вопросом не о том пить ли вообще, а о том что, сколько и в какой компании. Своё употребление спиртного они не замечали. Это же была повседневность ежедневная и скучная. Если посмотреть на картины художников средневековья и эпохи возрождения, мы увидим, что половина сюжетов этих картин посвящена возлиянию как обычному событию и возлиянию и мужчин и женщин да даже детки на этих картинах имеют довольно ословевший вид. Первые кабаки на Руси появились в начале 17 века и в начале завсегдатаями были иностранные рабочие дипломаты, жившие в Москве. Однако европейских бизнесменов крайне возмущало, что заведение не пользуется популярностью среди русских, а новгородцы даже потребовали закрыть кабак в своем городе. Мало кто знает, но позднее в 1858 году Российскую империю охватили самые настоящие антиалкогольные бунты. Крестьяне потребовали закрытия всех питейных заведений. Массовые погромы и поджоги кабаков привели к жестокому подавлению восставших. Лишь за один год состоялось 110 тысяч судебных процессов над крестьянами. 111 тысяч человек участвовавших в народном мятеже против продажи алкоголя были сосланы на каторгу. Как же так вышло? В середине 19 века стала промышленность спиртовая развиваться, придумали как делать ее много и вот в России к тому же было развитие капитализма в России пошло. Этот ходовой товар стали продвигать в деревне и наши прадеды этому воспротивились. А к тому времени виноторговля настолько окрепла, что добилась неслыханных поблажек на государственном уровне. Сложно поверить, но каждый мужчина приписывался к определенному кабаку. А если он не выпивал свои нормы и сумма продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недособранные деньги кабачики взимали с окрестных дворов. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом в назидании другим. Сумма же, на которую мужчина был обязан выпить или же просто купить вина, устанавливалась самим откупщиком. Виноторговцы, войдя во вкус, взвинчивали цены. К 1858 году ведро севухи вместо трех рублей стали продавать по десять. Эта система была настолько неестественной и непонятной, что вызывала возмущение крестьян, которые не хотели употреблять спиртные напитки. Они должны были в таком случае платить налог. Они должны были выкупать, даже не потребляя спиртное. Крестьяне повально отказывались пить вино и водку. Но это не освобождало их от выплат за то, что им не было нужной даром. А торгаши, не ограниченные никакими требованиями к продаваемому пойлу, реализовывали товар самого низкого, а порой даже опасного качества. Отравления были повсеместны. Из-за них не неслось никакой ответственности. Естественно, как у нас говорят, он хотел отбить бабки любыми способами. То есть использовал некачественное сырье, создавал условия, чтобы люди побольше пили, давал выпить в долг и так далее. Что оставалось делать виноторговцам? Они избавили цену. Однако рабочий люд не откликнулся на такую доброту. Затем кабачики, чтобы сбить трезвеннические настроения, объявили о бесплатной раздаче водки. Но и на это люди не клюнули, ответив твердым «не пьем». К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили народный караул для наблюдения, чтобы никто не покупал вино. Виноторговцы выкатали боськи на улицу, даже бесплатно предлагали. Собирали сход и говорили «не пьем все, если кто нарушал, того штрафовали». Вот такое было самосознание. Хлеборобом присоединились и горожане, рабочие, чиновники и даже дворяне, которые стали понимать, что делают с народом. Поддержали трезвость и священники, благословлявшие прихожан на отказ от пьянства. И только это уже не на шутку испугало виноделок, и тогда они пожаловались правительству. В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжение по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету трезвости. Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие договоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать. Вот тогда-то в ответ на запрет трезвости по России прокатилась волна погромов. В течение трех лет Российскую империю потрясали антиалкогольные буты, начавшиеся на западных губерниях, потом распространились к востоку и охватили свыше двенадцати губерний. Кабаки разбивали, заколачивали, побивали. Возмущение было велико и сама система была несправедлива. Что значит вы не хотите употреблять спиртное, но обязаны это делать. Вольске 24 июля 1859 года трехтысячная толпа разбила винные выставки на ярмарке. Квартальные надзиратели полицейские, мобилизовав солдат 17-й артиллерийской бригады, тщетно пытались утихомирить бунтующих. Только в Вольском уезде тогда было разбито 37 петейных домов. Позднее за каждый из них скрестьян взяли большие штрафы на восстановление кабаков. Но даже это не испугало возмущенных сельчан и горожан. Бунты продолжались и приобрели массовый характер по всей России. Когда протесты и бунты охватили уже очень большое количество регионов, за дело взялась армия. Бунты были подавлены. Больше 11 тысяч человек были наказаны, отправлены в ссылки. Бунты были подавлены жестоко. Многие погибли от пунктов. Восставших усмиряли войска, получившие приказ стрелять непокорно. По всей России шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствованы. Им велели не просто наказывать бунтовщиков, а покарать тех, чтобы другим неповадно было стремиться жить трезво. К сожалению, промышленная ломбия спиртовая победила и сдали указы, чтобы не трогали эту геноторговую. Царское правительство тех времен, вместо того, чтобы поддержать отрезок подержало вот тех, кто спаивает. Лишь гораздо позднее, в 1893 году, при введении государственной монополии на алкоголь выяснилось, что 95% алкогольной и 99% табачной продукции в России контролировал находящийся вне ее территории иностранный торговый капитал. Это показывает, во-первых, что алкогольная зависимость это не национальная черта России, а привнесена извне. А во-вторых, что русские это достаточно консервативный народ, который сопротивляется любым попыткам изменить их уклад. Я думаю, что это лучше, чем дружелюбие американских аборигенов, которых конкистадоры спаивали для захвата Евгений. Может быть, все дело в этом? Нас хотели споить так же, как индейцев, нажиться на этом и потом захватить наши земли. Ведь на территории Америки это получилось. Это индейцы племени Сиву. Третья по численности коренная этническая группа в США после Чероки и Наваха. Их осталось всего 115 тысяч. Но они научились бороться за свои права. На днях через сутку. добились запрета строительства нефтепровода через свою резервацию. А теперь требуют 500 миллионов долларов от производителей пива. По мнению старейшин, на них лежит ответственность за алкоголизм среди местных жителей. В Иске говорится, что один из четырех детей в резервации рождается с пороками развития от алкоголизма родителей. Продолжительность жизни местных индейцев составляет всего 50 лет. Почти каждое убийство, драка и изнасилование в резервации племени Сио Пайн Ридж начинается с пьянки. У этих и других индейцев нет гена, позволяющего усваивать спирт. Но задолго до того, как это открыли ученые, до этого додумались колонизаторы. Они просто споили тех, кто готов был отстаивать свои земли с оружием в руках. И те в пьяном угаре подписали все бумаги и продали все, что у них было. Вне всякого сомнения, а руль это главное оружие геноцида нашего народа и многих других народов тоже. А теперь внимание, дорогие зрители, хочу пригласить вас на премьеру новой программы, которая выйдет в эфир в ближайшую пятницу. Называться она будет «Страшное дело». Не пугайтесь, ничего страшнее того, с чем мы с вами и так сталкиваемся каждый день в программе, конечно, не будет. А что будет? Рубрика «Рептилоиды нашего времени» будет посвящена нашей власти и чиновникам, которые врут и воруют, дерутся в прямом эфире и пьяными садятся за руль. Оппозиционерам, которые тоже хороши, все время норовят Крым кому-нибудь отдать. На деньги заморских спонсоров поливают страну грязью, а потом занимаются сексом по съемным квартирам. В рубрике «Спалите наши шкуры» поговорим о богатых и знаменитых, которые в погоне за известностью уродуют себя до неузнаваемости пластика. Показательно свинячат, заказывают про себя скандалы, а иногда они умирают. И тогда становится безумно жалко человека, который растратил талант, предал близких, ушел раньше срока. Еще будет рубрика «Только не глотай!» о всех ненормальных мировых телешоу, которые невероятно популярны в мире. Не учи ученого, покажем, как на самом деле живут простые люди в Америке. Но об околонаучной рубрике «А земля-то плоская» расскажем о самых невероятных, шокирующих, взрывающих мозг, гипотезах, фактах и мистификациях, на которые так щедра окружающая нас действительность. Итак, в ближайшую пятницу в 18.00 и почти до полуночи наша новая программа «Страшное дело». Не знаю, будет ли кому-то страшно, но обещаю, что скучно не будет. Любопытный факт. Мифы о беспробудном пьянстве и ярлык империи зла Россия получила не «обыкогда», а во времена Петра Первого. Что это было за время? А вот что. Россия после развала смутных времен, после гражданской войны, после предательства национальных элит и колоссального разграбления впервые встала с колен. Неожиданно для западных партнеров создала крепкие вооруженные силы. Пока дружки Петра окутили в немецкой Слободе, в Воронеже, Петр Первый построил настоящий военный флот. Взят Азов, выиграна Северная война, прорублено окно в Европу. Тут-то и заговорили на Западе о России, да еще как. Вот тогда-то и заработала на полную мощь антироссийская пропаганда. На Западе появился миф о русской угрозе, о том, что русский медведь хочет все скушать, то появились всякого рода ну такие, так сказать, страшилки про русский народ. Ну, одна из страшилок про природную агрессивность, про жестокость, про бескультурии русских людей. Ну, одна из таких страшилок это вот страшилка про русское пьянство, которое якобы во все времена было одинаково. В конце правления уже Петра Первого в Германии выходит книга «Разговоры в царстве мертвых» с аллегорическими картинами казни Иваном Грозным своих врагов. Там, кстати, впервые русский государь изображается в образе медведя. Второй русский монарх, которого стали рисовать с головой медведя Екатерина Великая. Запад стал бояться ее за присоединение Крыма и Новороссии, освоение Сибири, победу над турками и множество других политически верных шагов. Чем сильнее становилась наша страна, тем злее старый свет рисовал на нас карикатуры. Посмотрите, досталось даже самому мирному императору Николаю Второму. И, конечно, нынешний президент не стал исключением. С момента образования и укрепления Российской империи любые исторические факты и свидетельства, говорящие о том, что на Руси жил трезвый, здоровый и развитый народ крайне неудобны для тех, кто выстраивал совсем другую матрицу мира. По ней просвещенная Европа граничила с якобы вечно пьяным, агрессивным русским медведем. Нас давно пытаются заставить платить и каяться за наше прошлое, доказать, что мы неполноценные, что мы должны падать на колени перед большим белым господином, который высоко культурный, высоко образованный. А как было у них на самом деле? Чего мы еще не знаем о европейских традициях? Любой турист, приехав в Европу, скарь. Как чисто. Натертые до блеска булыжники старой мостовой в исторических кварталах. Ни пылинки на узеньких улочках. Откуда им взяться, если в городах ни клочка свободной земли, ни одного сквера и полисадника. И какие-то странные отдушины с козырьками в старых домах. Даже на высоте вторых, третьих и выше этажей. Романтичный путешественник и не подозревает, что это такая канализация. До 19 века из домов открыто лилось оно. Прямо на дорогу и головы прохожие. Это просто отхожие места в свое время были. То есть человек подходил и садился, и это все выпадало, экскременты выпадали на улицу. Спасались как могли. Для защиты из оконных выбросов была придумана шляпа с широкими полями. Изысканный реверанс всего лишь способ убрать ее от носа собеседника. В 13 веке содержимым ночного горшка облили самого короля Людовика IX. Он рассверепел и сдал указ кричать «Берегись!» прежде чем вылить вазу на улицу. Лувр. Сегодня мировой музей, а раньше резиденция королей Франции. Трудно поверить, но в этих сверкающих залах не было ни одного туалета. Где же справляли надобность? Везде, где настанет момент, что часто случалось внезапно. При той гигиене и качестве пищи недержанием страдали все. Версаль, сияющий дворец короля солнца Людовика 14-го. Здесь разрешалось пойти по нужде в любой уголок и за партияр. Не всегда там стояла ваза. Королевский двор часто менял дворцы не по глупой прихоте. Запах в них становился невыносимым. Русские послы при дворе Луи 14-го писали, что их величество «смердит аки дикий зверь». Европейский карнавал Костюмы маски акробаты на ходулях как затейливо и роскошно скажет турист. Но мало кто знает, что знаменитые венецианские маски изобрели совсем не для любовных интрижек. В нос маски клали ароматные травы. Они заглушали зловоние улиц да и самих танцующих. Кроме того, эти травы считалось спасали во время эпидемии чумы и холеры. Наконец маски носили желая скрыть последствия одной неприятной болезни, когда провалился нос. А на ходу ли первыми встали вовсе не бродячие артисты? В дождливую погоду передвигаться по средневековому европейскому городу иначе было нельзя. Вылета из ночных властных ротуара поднималась до колен и прохожий рисковал быть потопленным потоками нечистот. Богатые люди конечно пешком не ходили только верхом и вносилка. А остальным приходилось вот так вот или снимать башмаки и заворачивать штаны до колен, а потом кое-как соскребать эту грязь в условиях отсутствия воды. Или источать не совсем приятные и ароматные запахи. Да и сегодня посмотрите как выглядят улицы европейских столиц. Тысячи тонн мусора периодически скапливаются на благоухающих улицах Парижа и Мадрида. В настоящую свалку превратились улицы Нью-Йорка. Город буквально утонул в океане мусора, а пассажиры нью-йоркской подземки ездят чуть ли не на одном сиденье с крысами. Подобная ситуация в некоторых районах Лондона. Но если сама Европа в средние века тонула в зловонных помоях, что же было в России? Ведь у нас булыжных мостовых пяток улиц наперечет. Это Архангельск. Здесь, как и во многих северных городах, еще сохранились деревянные мостовые тротуары. А раньше дороги, мощеные досками, были в самой Москве. Никто не ходил по грязи. И уж тем более ни один горожанин не выливал нечистоты соседям в лицо. У каждого на дворе было отхожее место. Летописи говорят, система канализации на Руси возникла раньше, чем в Европе. Археологи находят ее следы в поселениях девятого века. В крупных городах Киеве, Новгороде, Москве она была в четырнадцатом веке. А может и до того. Но почему развитая европейская цивилизация не дошла до элементарного? Как сделать жилище чистым и уютным? Думали, но только о своем доме. Что снаружи никого не заботило. Западное общество более индивидуалистическое. Поэтому свой дом я убираю, но на улицу я ведро с нечистотой это улица, это не мое. Улицей заботятся городские власти, которые выбрали, вот пусть они и заботятся. Париж. Столица моды и парфюмерии. Ни одна женщина не устоит при виде французских духов. Кто придумал их? Одни говорят фаворитка короля, другие думают сами венциносные особы. Удовольствие было не из дешевых. В средневековье флакон духов стоил как два породистых жеребца. Но богатые люди брали. Ведь даже аристократ вонял так, что требовались литра одеколона заглушить запах. А все потому, что жители Европы не мылись. Вообще не мылись. Практически никогда. Говорили об одном французском короле, он мылся в жизни два раза. Когда он родился, его обмыли для крещения, а второй раз его обмыли, когда хоронили. Королева Испании забыла первая великая государыня. Сделала много для своей страны и отправила в путь Колумба. Сама признавалась, за всю жизнь мылась дважды, при рождении и на свадьбу. Папа Римский Климент Пятый умер от дизентерии, болезни грязных рук. Папа Климент Восьмой и король Филип Второй мучительно погибли от чесотки. Сегодня светские дамы носят повсюду собачек в сумке или под мышкой. Мало кто из них знает, зачем изначально были нужны эти собачки или горностаи. На них переползали блохи-хозяйки средневековой европейской аристократки. А собачьими выделениями высветляли волосы и превращались в блондина. Вши были у всех, держали даже специальных пажей для ловли блох или искали их друг у друга. На многих ренессансных картинах дамы изображены с красивыми типа колье, такими вот маленькими на золотой цепи или на цепи украшенной такими церными камнями, маленьким цундучком типа металлическим или сосудником или флакончиком. Это не что иное, как блох руловки. Значит, в них наливали мед или еще какие-либо привлекающие насекомых в шее конкретно блох вещества, которые привлекали к своим запахам, они туда заползали и когда это набивалось, то служанка вытряхивала это дело и наполняла заново. Но почему же они все это терпели? Избавляться от вшей было невелено. Их называли божьими жемчужинами и считали признаками святости. Монахи подавали примеры, диктовали, как жить. В средневековье уход за телом считался грехом. А думать нужно было только о душе. Кроме того, при мытье можно было смыть себя святую воду, которую был благословлен при крещении. На чистоту смотрели с отвращением. Такие порядки обошлись Европе очень дорого. В 14 веке от чумы Франция потеряла треть населения, а Англия и Италия больше половины. Эпидемия чумы это вот тягчайший удар по демографической истории Европы. А с чем это было связано? Это было связано с огромной антисанитаи. В это трудно поверить, но одним из пунктов, по которому русских людей на Западе классифицировали как самое дикое племя, был тот факт, что русские мылись в бане. Уже ставим за скобками страшную антисанитарию, которая царила в средневековых городах Западной Европы, и попробуем понять истинные мотивы недопонимания, чем же им наша баня далась. А все очень просто. другие мы были и даже в таких мелочах, как личная гигиена. Хлеб кушали исключительно на закваске, что позже даже послужило причиной церковного раскола. Католическая Европа, как известно, употребляла хлеб пресный. Покоренные народы не истребляли под корень, как это делала Европа в Америке, в Индии и в Африке. Захватчиков, которые по три раза за век приходили делить Русь, жалели, хотя и творили они дела страшные. А что касается традиции сохранять тело свое в чистоте, так и еще в 11 веке. Недавние раскопки это доказали. В Новгороде, Старой Руси и Ярославле был настоящий водопровод. Воду подводили к производствам, где варили квас или соль, ну и, конечно, к жилью и в палаты князей. В Московском Кремле водопровод был создан в 15 веке. Столько воды уже не просто напиться, а еще и намыться. Аббани были во всех славянских поселениях от самого начала цивилизации. Россия была и вообще вот культура восточных славян это культура традиционная банная. Об этом писали еще авторы первого тысячелетия, первого тысячелетия, подчеркиваю, после Рождества Христова, которые знакомились с жизнью восточных славян, отмечали какие-то особенности культуры, социальной структуры, и в том числе мы можем встретить упоминания бань, в которых парятся жители восточной Европы, наши далекие предки, чуть ли не до упаду. Более того, на протяжении трехсот лет нас пытались заставить забыть нашу истинную культуру и историю, но все следы ее стереть не смогли. Троица Сергеева Лавра, крупнейший православный мужской монастырь. Здесь захоронен царь Борис Годунов, его супруга царица Мария, сын царевич Федор и дочь царевна Ксения, выночестве Ольга. Но посмотрите на даты, не просто 1605 год, а 7113 лето. Это по какому календарю? Тюмень, городская набережная, монумент об основании города. В металле высечено 7093 год. Но как же так? На земле нет городов старше 5000 лет. Эта крепость Братский Острог, воздвигнутая на реке Ангаре у Подунского порога по велению царя Алексея Михайловича в 7162 году. Загляните в любые старинные книги, изданные до Петра Великого, и посмотрите на дату. Сомнений нет. На Руси раньше был другой календарь. По нему в 2017 пришло 7525 лето. И оно наступило не вдруг. Наши предки встречали и 5000 год, и 3000, и даже 200-й, когда римского календаря еще и в помине не было. Но где эти 5000 лет русской истории? Что в них происходило? И почему об этом не говорят? Потому что если это будет сказано, то у детей как минимум появятся вопросы, а почему наш календарь действующий младше того недействующего на 5000 лет? И что было в эти 5000 лет до этого? И если наше летоисчисление, оно старше летоисчисления, допустим, иудейского, то значит и культура древнее, не так ли? От какой же даты русские отсчитывают уже восьмое тысячелетие? Ни один историк вовлекался этим интригующим вопросом. И вот что выяснилось. Даты старого лета исчисления всегда содержат приписку от сотворения мира в звездном храме. Храм пока не нашли. Но насчет сотворения мира есть версии. Историк, член русского географического общества Александр Воронцов полагает, что календарь считается не от начала вселенной, как мы бы поняли сейчас, а от момента заключения мира после долгой изнуряющей войны. Если такова война была, то одержавший в ней победу народ в столь великом сражении межрасовом мог начать ли это исчисление с того момента. Хотя данных очень мало, историки предположили, что это была за война. Символ победы в ней сегодня висит на любом муниципальном учреждении города Москвы. Герб российской столицы. Воин поражает дракона. А дракон во все времена символизирует только одну страну Китай. И вот главный аргумент в пользу этой версии. Такой наглядной, что его видно из космоса. Великая китайская стена. И великое заблуждение всего мира о том, что это дело рук мастеров поднебесной. Эксперты старательно обходят один неудобный вопрос. А почему бойница-то в сторону Китая направленная? Кто же на самом деле ее строил? Эту версию поддерживают многие историки и геральдисты в связи с тем, что есть подробное описание версии толкования герба Москвы, где Георгий Победоносец своим копьем пронзает змея, дракона. И толкование есть как со стороны Руси это рыцарь, со стороны расы той, которая живет сейчас на современной территории Китая это дракон. Отсюда следует очень много логических выводов. Значит, славяне были и до той войны, то есть как минимум 8 тысяч лет назад. Развитые настолько, что воевали и сумели защитить свою родину. Стало быть, уже тогда была армия и промышленность для нее, а это может обеспечить только сильное государство со своими политическими интересами. И оно уже было до нашей эры. В конце 90-х годов недалеко от Ростова-на-Дону в местечке Танаис были найдены города-поселения, возраст которых ученые вообще затрудняются определить. То есть примерная датировка варьируется от 10 до 30 тысяч лет. Повторяю, это все территория России. Значит, были и границы Руси до Китая, и воеводы, и князья-герои, о которых мы сегодня ничего не знаем. Но не вся история стерта. На самом деле есть запретные артефакты, находки немыслимой древности, доказательства былого величия Руси. Самые загадочные артефакты лежат в музеях. Они нам давно известны. Мы просто не понимаем, с чем имеем дело. Это шигирский идол. Его нашли рабочие при проведении земляных работ близ Екатеринбурга. Высота 6 метров. Археологи сразу сказали, что это похоже на изображение древнего славянского божества. И первая же попытка датировать находку с помощью радиоуглеродного анализа дала сенсационный результат. первое исследование радиоуглеродное по возрасту определило, что этому идолу примерно 9,5 тысяч лет. Но что самое интересное и вот то, что сейчас ученых очень много смущает и не могут понять, как это могло произойти, помимо того, что на идоле были изображены несколько человеческих лиц, но это понятно, это как бы не так странно, узоры были сделаны какой-то непонятной письменностью. Этот текст не могут расшифровать до сих пор. Официальным ученым незнакомы эти знаки, а исследователи, которые видели книги, написанные славянскими рунами, сразу заявили, это древнее письмо, бывшее до кивиллицы и глаголицы. Возраст идолы в общепринятую историю не укладывался. Решили провести еще один анализ в независимой научной лаборатории в Германии, а там не только подтвердили, что резьба сделана по свежей деревесине, то есть знаки не современные, но и отодвинули датировку еще на полторы тысячи лет назад. Поразительно то, что вообще по официальным данным первая письменность на территории вот этой местности Урал-Сибирь, она появилась, как говорят ученые, не ранее 7 тысяч лет назад. А здесь мы говорим, что уже за 2,5 тысячи лет до этого наши предки умели не просто писать, но и создавать такие сложные фигуры. для тех, кто имеет целью выжить в современном мире и не потерять здоровье, став жертвой рекламы и модных способов оздоровления, наша новая книга «Заговор фармацевтов». Написана она мной в творческом содружестве с известным врачом, профессором Сергеем Бубновским, который много лет помогает людям победить различные недуги. В книге мы предприняли честную попытку отделить мифы о здоровом образе жизни от действительно важных советов, дать ответы на самые часто встречающиеся вопросы относительно новых лекарств и методов лечения, а также объединить и систематизировать все известные истории, способы сделать свою жизнь счастливой и здоровой. Долгое время считалось, что первые люди, которые от нас современных уже ничем не отличались, впервые появились в Африке и в Европе 39 тысяч лет назад. Однако в 2007 году выяснилось, что самое первое поселение современного человека находится на территории России. И первый гражданин планеты появился на свет не где-нибудь в окрестностях Парижа, а в простой русской деревне Костенке Воронежской области и на целых 20 тысяч лет раньше. Эти руины принято называть стоянкой древних людей в местечке Костенке Воронежской области. Найденное здесь оказалось настолько важным, что именитые мировые ученые бьются за право работать в Костенках. И пока российские коллеги думают, что с этим делать, ни один иностранец не ушел без сенсации. Переворот в науке произвела статья в журнале Science, в которой профессор Джон Хофикер из университета в Болдере, Колорадо, доказал, Хомо Сапиенс появился в среднем течении Дона намного раньше, чем где бы то ни было еще. Ученый сделал этот вывод на основании своих многолетних исследований. Джон Хофикер опубликовал в журнале Science статью, которая звучала так, «Первый европеец родом из Костенок». Она, эта статья, базировалась на его пятилетней работе здесь у нас в Костенках, и на датировках, которые он и Вэнс Холлида, его товарищ, его коллега из Америки, произвели по результатам исследований. И эти результаты оказались ошеломляющие. То есть возраст существования человека разумного здесь, на территории Костенок, очень резко удревняется. Американец Хофикер выяснил, первые люди заселили эту местность 50-60 тысяч лет назад. И самое поразительное, это действительно были разумные племена. Но 50 тысяч лет это гораздо старше любых кроманьонцев в мире. Получается, что под современным Воронежем люди появились намного раньше, чем в Западной Европе. А из этого вывода следует, что воронежская цивилизация на 20 тысяч лет старше и Шумерского царства с их глиняными табличками, и древних египтян, чьи пирамиды по сравнению с нашими Костенками элементарный новодел. А почему? Да потому утверждают ученые, что задолго до шумерских анунаков наши древние воронежцы уже умели считать мамонтов и записывать не надеясь на память. Так что мамонты с улицы Лизюкова начертанные рукой до исторического Пикассо вполне научный аргумент в пользу того, что наш Воронеж и есть колыбель человеческой цивилизации. И выяснилось, что нет на земле стоянок человека древнее, чем вот у нас на нашей территории. И это, конечно, перевернуло. Это просто сознание всех ученых мира. Особые вопросы вызывает и скифское золото. Скифы загадочный народ, который жил в шестом тысячелетии до нашей эры в Причерноморье. Сегодня в науке принято считать, что это было какое-то монгольское племя. В родстве со славянами им отказывают только по той причине, что славян как нации до девятого века нашей эры якобы не было. Это официальная версия. Однако любой может убедиться, что расовый тип, отображаемый на скифском золоте, не имеет ничего общего с монголоидным. А авторитетный русский историк Александр Нечеволодов считал изображения скифов на их золотых изделиях неотличимыми от портретов русских крестьян. У них курточки подпоясанные, ну да, своеобразный такой своеобразный стиль одежды, так скажем, куртка с поясом, штаны, причем не такие широкие, как украинские, или что-то там пишут, никаких клоптей там нету, там ботиночки у них, ну кожные, скорее всего, обувь, типа наших кроссовочек таких, вот, и шапочки. Потом вся Европа ходила в этих капюшонах и прочих, прочих, то есть, это характерная черта была. Скифские погребальные курганы найдены на Кубани, в Придонье, в Крыму и на территории Украины. Этот народ клал в могилы своих покойников украшения, которые явно говорят о высочайших технологиях. Филигрань. Ювелирная техника, которая использует ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой или серебряной проволоки. Это высшая степень искусства. Наличие филиграни подразумевает и производство или прокатку проволоки. И что самое главное, и о чем вообще никогда не говорят все ту же технологию пайки. А каким образом припаиваются вот эти филигранные изделия? Они припаиваются газовой горелкой, которая должна достигать температуры порядка полутора тысяч градусов. Никакими способами ее никак не изготовишь. Это надо специально делать горелочкой такой с форсуночкой, чтобы она там тонкой струей, как у современных ювелиров это работало. По-другому ее никак не получишь. Поэтому смело можно говорить, да, как только появляются вот такие изделия сложной формы, что да, действительно, древние владелали какими-то приемами металлообработки высокотехнологичными, вполне современными, вполне соизмеримыми с нашим временем. Но это значит, что были заводы и фабрики, где все это производилось. И как минимум один такой завод, по мнению историка Георгия Максименко, уже раскопан. Это таинственный Аркаим. По мере его изучения все больше ученых склоняется к идее, что тут не жили, а именно работали. Это сооружение представляет из себя древний металлургический комбинат, где производились орудия быта, орудия оборонительные, орудия труда. то есть там стояли плавильные печи, там были колодцы, туда завозилась руда, и там производились вот эти работы. Так как Аркаим удобно располагался на слиянии двух рек, Караганки и Утиганки, это позволяло потом все эти изделия сплавлять и как бы доставлять в другие места водным маршрутом. Река дальше впадает в реку Урал. С Урала можно попасть спокойно было в Каспий. С Каспия по Кума-Маночу выйти в Азов, Черное море, через Босфор эти изделия попадали в Средиземноморье. А теперь информация для моих постоянных зрителей в Самаре. Дорогие друзья, 26 декабря в 19.00 во дворце культуры «Металлург» состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которой я не всегда могу говорить с экрана. Покажу новые книги, отвечу на ваши вопросы, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте сам.концерт.ру и в кассах Дворца культуры. Итак, 26 декабря «Я буду в Самаре». Встречаемся во Дворце культуры «Металлург» в 19.00. Еще в 2008 году чуть выше Аркаима был обнаружен карьер, где добывалась руда для выплавки металла. Некоторое время назад казалось, что Аркаим это уникальное место, но сейчас становится понятно, что в округе было множество подобных поселений, около двух десятков. Археологи относят их к так называемой культуре Сенташта. Можно предположить, что эти строения были возведены примерно в одно и то же время, и это время приходится на приход ариев, так называемых ариев скифов. По данным ДНК-генеалогии, это гаплогруппа Р1А с маркером З-93. они порядка четырех тысяч лет назад прошли на эту территорию, и они же основали вот все эти городища. Я не берусь утверждать, что все два десятка являются металлургическими комбинатами, вот, какие-то из них вполне могли быть жилища. И тем не менее, версия промышленно-выплавки металла остается приоритетной. В этом же районе были найдены телеги, которые археологи сперва отнесли к боевым колесницам. Хотя на самом деле это маловероятно, потому что в эти телеги невозможно было запрячь лошадей. Не позволял сам рычаг между коробом и тяговой силой он не позволяет ни лошадь туда не поместить, ну, может там, я не знаю, и шака можно, да, запрячь, но по-любому это уже никак не может являться боевой колесницей. Сам размер вот этой тачки он где-то на 0,3 куба и там видно, что эта тачка использовалась с тяговой силой, ручной тяговой силой в два человека. Все эти факты говорят в пользу гипотезы о том, что и за сотни лет до Рюрика на территории современной России существовало вполне развитое государство, причем его границы значительно превышали современные. И, естественно, до первых документов о Руси Русь существовала, просто она так не называлась. А как же называлась Русь и каковы были ее границы? На множестве старых карт мы видим страну под названием Ария. Она есть и на карте Паула Тосканелли, составленной в 1475 году на основе древних источников и на реконструированной карте Агриппы 1020 года и на карте Дионисия 1124 года и на карте Птолемея 1168 года. В те времена существования Арии и Арии сомнений ни у кого не вызывало. Но что это была за страна и были ли наши предки ее частью? Северноарийцы это Рускалане, это древнерусичи, а южноарийцы это Иранцы. И когда-то это была единая арийская держава, включавшая в себя Индию и Иран. Это было очень давно, но для Русича это было недавно. Вот что удивительно, что память об этом сохраняют наши былины. В былинах наших есть, в северных русских былинах есть, например, царь в Ахраме. Это царь Веретрагна, Варахрам, иранский царь. А он, как один из русских князей, присутствует просто в былинах. Есть и другие странные загадочные находки. Они свидетельствуют о том, что славяне наследили по всему миру. И это было намного раньше девятого века. Если мы внимательно рассмотрим, например, карту Палапска, поморского региона, это современная Германия, да, то увидим там, что большинство местных топонимов, топонимов имеют ярко выраженную славянскую окраску, славянские корни. Просто послушайте названия городов, которые на сегодняшний момент там есть, это можно проверить. Город Тресков, Медов, Туров, Раков, Тетерин, Клинков, Бодрицы, Глухов и так далее. Более двухсот названий. Ну вот, а мы все спрашиваем, откуда в наших степях африканские названия. Но это еще что? Недавно один отважный историк и вовсе покусился на святое. В ясном уме и твердой памяти он заявил, что знаменитый героль рыцарских романов король Артур, тот, которого истинные британцы называют наше все, на самом деле никакой не англичанин, а самый, что ни на есть наш брат славянин родом с Донских степей. Честное слово, это не мы. Нам не нужны лабры украинских историков, которые на голубом глазу утверждают, что Черное море вырыли украинцы. Это все они сами, англичане. Эту безумную с точки зрения последствий для научной карьеры гипотезу выдвинул известный британский историк, доктор антропологии и этнографии Кембриджского университета Говард Рид. Это он утверждает, что храбрый предводитель бритов и самый знаменитый из кельтских героев, нашедший чашу Грааля, покоритель саксов, легендарный король Артур, на самом деле был славянским князем. К этому сенсационному выводу британский профессор пришел на том простом основании, что вся геральдическая символика и романтическая терминология рыцарских подвигов короля Артура оказалась, как две капли воды похожа на скифско-славянские артефакты, которых по курганам на территории современной России найдено великое множество. А дело было так. Согласно гипотезе британского историка Говарда Рида, тот, кто позднее стал самым известным благородным рыцарем Европы, вначале был славянским князем, который со своей дружиной прибыл в Британию в конце II века по соглашению с римским императором Марком Аврелием. А королем Артуром он стал уже, когда разбил саксов. Кстати, Артур в переводе со старокельтского означает медведь. Как видите, у короля Артура очень русская история. В 900 году на Рождество Христово во времена царствования библейского царя Самуила в Венецком море славяне собрали огромный флот и отправились в Британию. Они высадились в Британию, потом они высадились в Саксонии и после этого вошли в устье реки Мас, которая протекает на территории современной Франции, Нидерландов и Бельгии. Именно в то время ими была основана крепость Славенбург, в которой сейчас работают немецкие археологи. Посмотрите сами. Немцы тщательно сохранили ее. Кроме того, возведено множество храмов и святилищ, которые сейчас находят во многих местах Западной Европы. Интересную теорию выдвинул знаменитый норвежский ученый и путешественник Тур Хейердалл. Территория, на которой жили славяне, могла быть родиной другого популярного мифического персонажа. Еще одного столпа европейской культуры, скандинавской. Он предположил, что Бог Один это историческая личность, которая переселилась во втором веке по Рождеству Христову из Приазовья, убегая от римлян, в Скандинавию, и личные качества этого человека были такавы, что его обожествили. Для язычников обожествление героев и князей было рядовым явлением. Римский император почитался как Бог, и Один, переселившийся в Скандинавию из Приазовья по представлениям Тора Хейердала как раз и стал таким Богом. Это не противоречит древнему славянскому меропредставлению. К Одину возводили свои родословные довольно много дворян и в Норвегии, и в Швеции. И все эти родословные явно восходят к одному и тому же реальному лицу, жившему во втором веке, после Рождества Христова. Более того, когда приехал в Азов Турхейердал, буквально первые три удара лопаты открыли поселение, которое может быть идентифицировано с поселением будущего Бога, тогда просто некого вождя местного племени Одина. Поэтому, скажем, сарматское происхождение короля Артура, ну а почему бы и нет? Что интересно, события, которые считаются мифами и легендами, отражены в древнеславянских книгах, и эти рассказы записывались как летописи. Хотя найдено множество берестяных грамот, датируемых девятым веком и ранее, что говорит о поголовной грамотности. Толстые книги на пергаменте были большой ценностью, потому что они сохранялись дольше. А если сохранять информацию на столь дорогом носителе, что вы запишите в первую очередь? Сказку или историческую хронику? Однако официальные историки, среди которых со времен Петра Первого было много иностранцев, договорились считать их сказками. Потому что, если это правда, у мира будет совсем другая история. В отделе рукописи Российской национальной библиотеки в режиме хранения особо ценных памятников содержится древний текст, написанный не кириллицей, не глаголицей, а именно славянскими рунами. Он имеет статус национального достояния. Доктор исторических наук Алексей Алексеев согласился показать нам эти страницы. Это так называемый Баянов гимн. Он написан от лица певца Баяна, упомянутого в начале слова о полку Игореве. Это произведение воспевает мифического персонажа Баяна. Содержит рассказ Баяна о себе, о том, что он участвовал во многих битвах, был прославлен, много раз тонул в водах. И некий политический фон, из которого явствует, что Баян предлежал числу выдающихся потомков Словена, то бишь мифического славянского князя. В основе этого стремление удревнить историю, известную нам историю России, продлить ее не только за эпоху князей Олега, Игоря, но также и за уже мифического первопредка Кия, князя Кия, то есть докиевскую эпоху. По словам ученого, авторство и период создания этой книги установлены с большой степенью достоверности. Этот текст был создан в начале 19-го столетия известным фальсификатором исторических памятников Александром Ивановичем Сулакадзимом. В федеральной библиотеке как национальное достояние хранится подделка. Если этому тексту всего 200 лет, то это просто антикварная книга. Подобных книг много даже в свободной продаже. Чем так ценен Баянов гемм? И кто велел считать фальшивку особо ценным памятником? Или все же это копия подлинной древней книги? Истинной летописи? Говорить о том, что гимн Баяна, представленный в этом списке, является списком с более раннего текста, говорить нельзя, потому что об этом свидетельствует сам язык, начертание букв, так называемых рун. Это делает совершенно невозможным, это совершенно несовместимо с нашими знаниями, которые мы обладаем относительно более раннего времени. Надо сказать, что вокруг так называемого Баянова гимна сломано немало копий. В течение многих лет, если не веков, на него то опирались как на единственный первоисточник древнерусской истории, то наоборот провозглашали фальшивкой. Но поскольку, как показывает практика, не все в нашей истории однозначно, то и Баянов гимн вполне мог стать жертвой битвы историков, а потому хочу напомнить, откуда он взялся. Так вот, согласно историческим хроникам, Баянов гимн хранился в библиотеке Анны Ярославны, младшей дочери Ярослава Мудрого, которая, как известно, в 1051 году стала королевой Франции и привезла с собой ко двору короля в качестве приданного немало книг и древних рукописей. В Россию Баянов гимн, как утверждают некоторые историки, вернулся только в конце 18 века, до этого полтора тысячелетия Качуя по европейским монастырям. Последние же 800 лет он хранился в Париже в аббатстве Санлис, основанном, опять же, Анной Ярославной. Так о чем же говорится в Баяновом гимне? Оказывается, история это о том, как русские дружины победили в 4 веке готов, так назывались тогда современные немцы. Странно ли, что когда немцы взялись при Петре I писать русскую историю, они объявили описание этих славных событий фальшивкой? Была Великая Славянно-Годская война, вот, был побежден канун Германарих, война продолжалась по, ну, она какой-то даже аналог нашей Второй мировой войны, то есть она по всей Руси продолжалась, и это и вплоть до там средней полосы России, там, скажем, там, в Верховье, там, в Волге, да, там были битвы, это и Северный Кавказ, то есть по всей Евразии битва продолжала, война продолжалась много лет. Эта же война подробно описана в Годских источниках у историка Иордана. В свое время Азготское королевство даже занимало Тавриду, и его граница доходила до Киева. Баянов гимн воспевает великую победу русских, ставшую итогом долгих кровопролитных битв. Окончилась война уже глубоко в Европе, в Словении, где рядом с Братиславой произошла последняя битва. И после этого славяне расстелились, ну, в общем, западные славяне расстелились широко в Европе после этой победы и после того, как Готов потеснили в Европе. То есть это событие вообще-то огромнейшей значимости для истории всех славянских народов и родов, тех стран, которые с тех пор и народов, которые живут там, в Западной Европе. Как говорит Баянов гимн, битвы славян с Готами шли и на Руси, и на Кавказе, и в Европе. На грандиозном Перу, посвященном окончанию войны, воспевается князь Славян, и князь Бус-Белояр, и князь Златояр, и все князья из рода Яричей. И конгломерация под названием Русь-Бусова по имени князя Буса. Она была союзником венецких и славянских родов, объединившихся под общим славянским флагом. Благодаря этому они смогли отстоять свои интересы и расширить влияние. Но что стало причиной войны с Германарихом? Бус-Белояр по преданию выдал за него замуж свою сестру Лебедь. В германских источниках она называлась как Сванхильда, жена Германариха. Считается, что во время отсутствия Германариха она родила сына от сына Германариха более молодого. Ему было около 100 лет по легенде Германариха. И он все время пропадал на войнах. Внимание! Это историческая правда, которая тоже описана в Баяновом гимне. Когда Германарих вернулся, он казнил жену и сына. Но своего внука Хладвига пощадил. Его прозвище было мировей, и в дальнейшем он стал основателем последующей династии мировингов, первых древнейших королей, известных во Франции. История священной династии мировингов подробно описана в ряде научных работ. Германарих называл себя новым Александром Македонским и хотел завоевать весь мир. Попытка установления мира с ним через династический брак с треском провалилась. Против него объединилось огромное количество родов и почти вся Северная Европа. В конце концов, после долгих войн славяне одержали великую победу, в честь которой Баян и сложил свой легендарный Баяновген. Надо, конечно, пересматривать наше отношение к истории. Рюрик, конечно, важный период для династии Рюриковича и последующей истории России, установления власти династии Рюриковича на России. Но была история не менее богатая событиями и во всех отношениях важная для нашего самосознания и до Рюрика. А Русь, конечно, существовала и до нашей эры. Но есть ли археологические подтверждения этой теории? Историки утверждают, что их очень много. Один из таких памятников – это монумент в честь Буса Белояра, который сейчас находится в историческом музее в Москве. Красная площадь, 12-й зал, каждый может прийти и увидеть. Называется «Славянский идол». Не так уж величественен. Можно пройти мимо, если не знать, что он весь исписан запрещенными славянскими ронами. Табличка гласит, что идол 12-го века, что совсем неправда. Эксперты датировали его четвертым веком, когда и жил князь Бус-Белояр. А поискать следы государства Руси-Бусовой или Рускалани стоит в Крыму. Бывший хранитель Сурожской крепости, доктор археологических наук, один из крупнейших специалистов по истории Крыма Алексей Горшков посвятил множество научных трудов доказательству того, что древний Сурож, Судак, был частью славянского царства. На основе своих археологических исследований он утверждал, что Сурож был аналогом Великого Новгорода, но только не на Балтике, а на Черном море. Он написал об этом десятки, если не сотни трудов, а также о том, что генуэзцы лишь перестраивали крепость, существовавшую до них веками. Однако эти работы как в советское время, так и сейчас замалчиваются официальной наукой. Есть археологические находки времен Рускалани, которые продолжаются делать, и есть целый комплекс археологический, который принадлежит тому же месту, есть такие святыни, которые пришли с тех времен, и которые хранятся свято во многих странах. По мнению историков, все это мозаики утерянной славянской истории, стираемой и запрещаемой на протяжении сотен лет. Только соединив собранные по крупицам осколки нашей подлинной хроники с источниками других народов, можно получить достоверный результат. Надо просто прочесть древние книги. Это сказания Волжской Булгарии, весьма интересные тексты и источники. Сказания, которые сохранились в мусульманской культуре, у татар, сказания того же германского эпоса, тоже достаточно интересные и связанные с историей Гибербории и другие. То есть если эти источники собрать и картину сложить, она получается довольно интересной. То есть явно там были не дикие премина, а наоборот высокоразвитая культура была. Об этом не говорят, но очень многие доказательства сохранились. И если начать во всем этом серьезно копаться, то могут всплыть такие детали и факты, которые действительно могут многое поменять в нашей жизни. Это мало понравится западным и восточным партнерам, ведь их роль в этих событиях не так красива. Поэтому настоящая история России до сих пор остается запретной темой. Что хочется сказать напоследок? В истории нашей с вами Родины такое количество белых пятен, что, думаю, главные исторические открытия и откровения еще впереди. Много в ней традиционного подавострастия перед Европой, много православного самоуничижения, много устаревших штампов, которые диктовались то слишком частой сменой политических векторов, а то и околонаучными проходимцами, которых в нашей исторической науке и сегодня хватает. Как только какой-нибудь научный чиновник или политик, добирающий понтов скандальными заявлениями, начинает кричать про лженауку, знайте, проворовалось его научное ведомство, и нет у них других аргументов, кроме ярлыков, потому что истинная наука это не дубина, которой лупят тех, кто имеет иную точку зрения, а все-таки знания. Михаил Николаевич Задорнов, с которым я имел честь работать вместе, говорил, мифам. Я доверяю больше, чем истории. Мифы преувеличивают, но никогда не врут. В студии был Игорь Прокопенко. О продолжении наших документальных историй смотрите уже в следующий понедельник в программе «Самые шокирующие гипотезы». Как всегда, его образуют Как всегда. Во свеч być